Урбан. Программа о городских проектах. Мы обсуждаем возможные механизмы улучшения городской среды и примеряем их на наш город. И в связи с этим мы сегодня пригласили сюда людей, которые... Кто-то из них коренной ветчанин, кто-то приезжий, кто-то постоянно наездами здесь бывает. Все в разных отраслях. Кто-то уезжий. Ельзий. Ты про кого сейчас? Сейчас поясним. Да, все в разных отраслях, но все заинтересованы в одной теме. Как сохранить историческое наследие города, нашего города, Вятки, Кирова. И мы сейчас представим наших гостей. Начнем с гостей-гостей города. Не знаю, Павла можно ли назвать уж совсем только гостем, потому что такое ощущение, что скоро Паша поселится у нас. Чему мы будем очень рады, Павел Гнилорыбов. Добрый день. Доброе утро, прекрасная Россия. Всем бюрократам на беду. Поселимся. Да. Павел Гнилорыбов, заведующий кафедрой мнемонической урбанистики в университете КГИ. Комитет гражданских инициатив. Комитет гражданских инициатив говорили. Я прямо причисляю еще некоторые регалии. Председатель ревизионной комиссии в Калужском областном отделении ПИК, советник Центра компетенции по развитию городской среды в Минстрое России, сотрудник музея Москвы, работает в фонде «Внимание». Мы о нем тоже рассказывали с помощью этого фонда. В прошлом году на фестивале «Томсуэрфест» удалось отреставрировать одно из зданий. Все, хватит уже, да? Упали уже рукой, может быть, да. Ахитектурное изличество я должна все-таки упомянуть. Основатель, редактор. И координатор проекта «Мост пешком». Да, совершенно верно. Наталья Баранова, главный редактор «Теплицы социальных технологий». Наш человек, Наташа, в Питере. Наш человек в Питере. Наш человек в Питере, да. Добрый день. Добрый день. «Теплицы социальных технологий», ну, ты потом расшифруешь, я так вкратце скажу приближенно, дает возможность активистам, НКОшникам, специалистам получить инструменты, которые позволяют продвигать их проекты, в том числе и проекты по сохранению культурного наследия. Здесь в студии практики Юрий Копанев, директор ООСМУ-5. Юрий, добрый день. Добрый день. У Юрия есть понимание вообще того, из чего состоит наш город, как бы его следовало там застраивать, планировать и что сделать с стареющими, к сожалению, невидающими зданиями, которые относятся к историческому наследию город, точно так же, как и у Павла Шахалеева, директора группы компании «Новый год». Павел, добрый день. Новый дом. Новый дом. Хотелось бы, чтобы новый дом Павел. Здравствуйте, здравствуйте. Да, Павел тоже уже известен нашим слушателям. По телефону у нас будет в первом части Антон Касанов, историк и краевед, и во втором части будет Владислав Шен, директор компании «Весконсалт». Он занимается оценкой, в том числе и зданий, в том числе и исторических зданий. Значит, вот какой у нас повод. Мы, конечно, понимаем, что восстанавливать историческое наследие нужно. Мы, конечно, понимаем, что есть замечательный Томсуэрфест, который привлекает всячески внимание к стареющим зданиям и привлекает людей для того, чтобы они принимали участие. И привлекает средства. Ну, небольшие пока что средства. И это пока что косметические такие вещи, может быть, разовьется что-то большее. Но мы понимаем, что есть проблема более глобальная. Это проблема вообще сохранения исторического наследия архитектурного. И здесь у нас вот сколько не бывало разных всяких архитекторов после первого урбанистического кировского форума, потом приезжали, вот недавно был в нашем вузе урбанистический форум свой, на 10 опорных вузов со всей страны там тоже были архитекторы. Они все говорят... Урбан-челлендж. Урбан-челлендж. Они все говорят, что Вятка сохранила... Историческое лицо. Вопреки или историческое лицо, и в центре достаточно много зданий, которые нужно сохранять, но их невозможно сохранять, не используя. И мы это видим по тем объектам, которые, к сожалению, напоминают старые грибы. Такие они там чуть-чуть вянут, трухлеют, разрушаются. Это вот чайный домик, мне кажется, отобразец всего, чего только можно придумать в этом отношении. Красота, которая на глазах превращается в тлен просто. Там уже не видно этой красоты, кстати, и уже года два, наверное, не видно, судя по фотографиям. Совершенно верно. Как мы можем решать эту проблему, и кто заинтересован в решении этой проблемы? Вот тема нашего сегодняшнего Урбана. 211-101 номер телефона прямого эфира. 211-101 номер телефона прямого эфира. Мы ставим обычно простой вопрос перед нашими слушателями. Сохранять любыми способами, срочно спасать или нет, надо дать возможность... Не вкладывать бюджетные деньги, не вкладывать бюджетные деньги, искать бизнес какой-то заинтересованный, давать ему какие-то конференции или нет. Сохранять или всё снести, построить новые дома? Ну, сколько можно? Не вкладывать, да. Ну, хорошо. Сохранять и вкладывать, не сохранять, не вкладывать. И потратить на что-то другое. 211-101, пожалуйста. Ну, во-первых, давайте мы спросим наших гостей, что они-то думают по поводу вот этого самого исторического наследия в Кирове, оно есть или нет, и сохранять или не сохранять. Очень коротко, каждый начнём с гостя. Павел Дмиларев, пожалуйста. Ну, для меня не существует такого вопроса. Естественно, сохранять любыми средствами, любыми способами, любыми деньгами, любыми уровнями муниципальными, федеральными, областными. И вятка пока ещё, в общем-то, наверное, не прошла той точки невозврата. Может быть, лет через пять пройдёт. Мы уже с каждым месяцем, когда здесь бываем всё чаще и чаще, видим, там домика нет, там домик рухнул, там домику осталось без крыши года 3-4. Здесь пожар? Здесь пожар, да, а вятка этого достойна. Не пожара, а восстановления. Наташа? Да, коллеги, безусловно, стоит сохранять, поскольку я здесь выросла и начала любить свой город только благодаря «Пешком по вятке» Антону Касанову. Я помню, первые мои репортажи журналистки были именно сделаны с «Пешком по вятке». И когда мы привозим гостей из Москвы, Петербурга, других регионов на бар-кэмп, и все просто удивляются, как можно в таком состоянии немножко не беречь наш город. И все действительно в восторге. И я, хоть я и уехала, но я стараюсь тоже, переживаю за город и, в общем, призываю всех тоже беречь наше культурное наследие. А теперь давайте к людям, которые занимаются не столько сохранением, восстановлюсь, а основная это деятельность стройка. Строить, собственно. И, на мой взгляд, бизнесу гораздо выгоднее в центре деревяшечку снести и построить хорошие зданицы. Вот, пожалуйста, сейчас к бизнесу обращаемся. А Павел Шахалей? Ну, безусловно, у каждого города есть свое лицо. И я считаю, что лицо вятки – это как раз в определенной степени та архитектура, которая сохранена на сегодняшний день в центральной части города. И с того периода, когда у нас уже регламентирована зона исторического поселения Хлынов и Аткокиров, за которую, я так понимаю, очень многие долго этого ждали. Боролись за нее. Потому что объективно, я считаю, что это очень правильный ход. И мы все-таки год от года, работая, должны думать не только о каких-то там прибылях, о прибыли, которую мы получаем, ведя свой бизнес, свою деятельность. Должны думать о будущем, о нашем наследии, о поколениях, которые должны увидеть все-таки историю, которая отчасти в нашем городе как раз отражена в этих замечательных зданиях, которые в начале XX, конце XIX века строились. Но я сейчас немножко так тоже хочу здесь поправить. Сохранить – это немножко неправильное слово для деревянного зодчества, о котором мы говорим. Не только о деревянном. Ну, я сейчас говорю, почти все объекты, на сегодняшний день, о которых мы будем говорить, их, скажем так, 90% из них невозможно сохранить, их можно только воссоздать. Потому что вот этот там чайный домик мы там сейчас как бы затронули, это в любом случае, вот все объекты, с которыми мы сталкиваемся, это объекты, которые благодаря, ну, на сегодняшний день своему правовому полю, в котором они находятся, значит, должны быть восстановлены, воссозданы. Ну, мое мнение, в том виде, если они действительно являются памятниками, то есть федерального, либо местного значения, то есть их нужно воссоздавать. То есть это уже совершенно, скажем так, другой механизм, другой подход. Это, по сути дела, ну, тут уже входят и права, касаемые собственности, иных там оснований правовых. То есть мы говорим сейчас, я так понимаю, все равно в большей степени в общем о том, как это, что здесь, в этом вопросе. Мы сейчас, в частности, тоже уйдем. Да, надо потом уйти в тот механизм, от чего все это и пляшет, это как раз от основы, это вечных прав, то есть, соответственно, право собственности, за кем оно, каким образом регулируются отношения в отношении. Там еще охранные права есть, если речь идет о памятниках. Да, на сегодняшний день я тоже, как бы, радиоуслушатели, не все, наверное, в курсе, скажу, что действует у нас сейчас закон о зонах охраны, то есть все памятники федерального значения, местного значения. Значит, у них действует по умолчанию зона 200 метров, то есть от этого памятника, который выявлен в зоне 200 метров, невозможно никакое строительство, если эта зона не будет сокращена, либо изменена. И чтобы она была сокращена, допустим, до границы участка или до границы здания, значит, это нужно проделать очень большую работу, то есть определить, прежде всего, предмет культурного наследия именно вот этого объекта. В чем он, то есть в виде самого здания или того, кто там проживал или еще как-то, то есть, соответственно, для этого существует историко-культурная экспертиза. То есть очень сейчас эти механизмы, как раз я считаю, что они отчасти защищают эти объекты, но, с другой стороны, они очень тормозят их эксплуатацию, их восстановление и вообще все, что с этим связано. Поэтому я думаю, что мы обсудим это более детально уже каждый пункт сейчас. Хорошо. Пойдем на перерыв или дадим слово Юрию Копаневу? Нет, мы прервемся на полминуты, и дальше Юрий Копанев со своим коротким мнением восстанавливать, сохранять или все-таки застраивать новыми зданиями. Турбан. Программа о городских проектах. Как сохранить историческое наследие города? Мы общаемся здесь со специалистами. Слово передаем Юрию Копаневу, директора ООСМУ-5. Юрий, пожалуйста. Ну, я считаю, что все-таки надо предметно и конкретно обсуждать. Если кратко, то да, сохранять нужно. Но я считаю, что есть здания, которые являются объектами, так скажем, есть объекты, которые заслуживают большего внимания, чем некоторые здания, которые... Отнесены к историческому языку. Да, которые имеют либо признаки, либо являются объектами регионального, федерального значения. То есть какие-то здания, да, за них нужно бороться. Это правильно Павел сказал. И остальные представители, кто есть в студии, что они являются все-таки лицом нашего города. Но есть здания, которые, я считаю, что нужно снести. Ну, например. Ну, например. Например, вот здание, которое вот расположено у Павла на участке. Да. А что за здание? Оно не имеет никакого, с точки зрения архитектурной ценности, оно никакой ценности. Что за здание? Что за здание адрес какой? Экторически выявлено здание, дом Блюхера оно называется. То есть это по адресу Орловская, 16 оно находится. То есть это, если вы посмотрите со стороны на него, оно сейчас, в принципе, в том виде, в каком оно было 10-20 лет назад. Да. Потому что мы пока сейчас не можем его снести. Мы сейчас занимаемся оформлением необходимых документов, чтобы начать его восстановление. То есть у нас сейчас, ну, документы все в работе, историко-культурная экспертиза сейчас будет проходить. То есть мы этот объект в любом случае будем в силу закона воссоздавать в первоначальный облик. То есть, ну, мое мнение, если его создать в первоначальный облик, оно не придаст красоты нашему городу, потому что здесь не является само здание как каким-то архитектурным, там, энсамблем или объектом, который достоин внимания здесь просто. Там пребывал Блюхер. Да, то есть там был постоялый двор в начале 20-го века. То есть, скажем так, мотель, в котором было много комнатушечек. Вот одной из них жил Блюхер. Интересно, мотель начала 20-го века. Меблирашки. Да. Есть реплика там у Гнилорыбы по этому поводу? Пожалуйста. Да? Нет? Я просто, ты так стал активно ерзать на стуль, я решила, что ты знаешь, что сказать про дом Блюхера. Поэтому я думаю, что таких зданий выявлено в городе достаточно много. Я считаю, что ошибка была на начальном этапе, когда законодательство федеральное и федеральные все были моменты, работа направлена на выявление сначала этих зданий. То есть была задача регионам как можно больше навыявлять памятников. Это было порядка 5-7 лет назад поставлено и навыявляли очень много объектов, которые не подпадают даже под здравый смысл их оценки. Которые потом уже, когда они были выявлены, внесены в реестр, появилась уже вот та проблема, о которой мы сейчас говорим. Так, вот сейчас вот коротко про это здание. Дом Блюхера. Это начало 20-го века, вы говорите. Это был мотель, гостиница. Блюхер там останавливался. Он относится к объектам исторического наследия. И вам пришлось сейчас его восстанавливать. Да, то есть мы это здание не можем как-то видоизменить, что-то еще с ним сделать. Мы можем его только восстановить. То есть восстановить в каком-то смысле. Мы полностью сносим его, создаем его в первоначальном облике. Снос и по чертеже. А сохранились вообще чертежи или пришлось его обследовать? Нет, это здесь касаемо все равно визуализации. Внешнего облика, да? Да, границ дома и, соответственно, границ здания. То есть коробка будет внешняя? Да, да, да. Объемно-пространственная. Да, пространственная, да. Внутри, конечно, там другое наполнение. Другое наполнение, другое здание. Площадь здания какова? Ну, небольшая, 500 млн. Это был попутный какой-то объект? Вы что-то еще строили вокруг? Или нет? Нет, мы занимаемся развитием квартала сейчас. У нас на финальной стадии уже. Ввысь, ввысь, ввысь. Развитие квартала. Нет, я имею в виду развитие. Его как бы мы, скажем так, расселили и снесли там более тысячи квадратов. Там бараки были? Да, бараки были, да. Светлана, если у тебя на карте не открыто, просто я скажу нашим слушателям немножечко, где это? Это улица Орловская между Лениной и Свободой. И там вот такой дом, дом 16. Это такой трехэтажный дом. Первый этаж. Ну, первый этаж это не видно, потому что он под асфальтом. Да, ушедший практически под землю и два деревянных этажа. И там действительно очень простая геометрия. Ну, вот правда. То есть это такой кубик стоит с окнами. Ну, да. Мы поэтому и говорим о том, что, допустим, если даже мы говорим о том, что двигаемся в плане восстановления этого объекта, воссоздания его как бы облика. Мы хотим, чтобы он вписался в архитектуру. Два деревянных этажа будут? Ну, это будет в любом случае. То есть они облицованы будут деревянными, да. Облицованы. Облицованы. Это ключевое слово. И есть, знаете, здоровый смысл девелопера, есть здоровый смысл историка. И они никогда не найдут, наверное, друг друга. Ну, общий язык можно, конечно, найти всегда. Но смотрите, Киров настолько пострадал в годы советской власти. Ну, собственно, переименовывать его в Вятку бессмысленно, потому что пока мы все не станем ветчанами, пока Киров у каждого из нас в груди, то это совершенно бесполезная операция. Улица Орловская. Там осталось огромное количество деревянных домов, но они уже не составляют ансамбля. Там в 90-е, в 2000-е годы понастроили, извините, такой гадости, невероятных вот этих наростов на теле Кирова. Да, они невысоки, да, они местами там с хорошими оградами, да, там местами какие-то потуги под модерн. Да, может быть, это жилье через 50 лет будет цениться. Но называть это все бараками, гнилушками, это ересь. Все это давно искусствоведами признано, введено в оборот. И мы достойны того небольшого количества старых зданий, которое у нас осталось. С коллегами я соглашусь в той части, что действительно у нас много всего понавыявляли. И это очень сильно мешает проводить государственные историко-культурные экспертизы. Это стоит очень дорого. И если бизнес действительно заинтересован как-то социально развивать те или иные территории, то, естественно... Передаю компьютер просто нашим гостям с фотографией дома. Это прекрасный дом, и мы вчера шли мимо... Нет, нет. Это не он? Не он. А написано Орловское 16. Значит, там Орловское 16, 18 они там... 16, 18. Рядышком, хорошо. Ну ладно, в любом случае нужно охранять... У нас в чем проблема главная? Мы охраняем дома, мы охраняем зубы. А представляете, вот зуб вырвали и все. Охранять нужно челюсть. Охранять нужно всю челюсть в пределах улицы, в пределах исторического поселения, в пределах зоны регулируемой застройки. Вот. И тогда по этой улице хорошо гулять. Ну слушайте, когда... Вот, Светлана, вы прекрасно знаете Финляндию. Я очень часто шучу на своих семинарах, что очень скоро мы будем за российской архитектурой деревянной, промышленной конца 19 века. Ездить в Финляндию? Ездить, да, на территорию бывшего великого княжества Финляндского. Потому что у нас в своей стране либо ничего не останется, либо это будет воссоздано. Извините, я хочу иногда атмосферы и духа бетоном и облицовкой восстанавливать 19 век, начало 20 века. Это не камильфо. Так, есть реплика. Есть реплика, да, от Юрия. Давайте более конструктивно. Давайте. Вот мы с Павлом, как находимся, можно сказать, на передовой, сталкиваемся со всеми проблемами вживую, вот каждый день живем в этих проблемах. Как у нас выглядит на сегодняшний день? Ну, начнем с документа оборота. Сохранять? Да. Все пришли к общему мнению, что нужно сохранять. Но на сегодняшний день у нас с точки зрения действующих наших законов все сделано для того, чтобы не заинтересовать бизнес, а оттолкнуть от того, чтобы сохранять и восстанавливать, как-то развивать вот это направление. Вы имеете в виду, что там очень много всяких таких подводных камней? Предположим, возьмем любое здание, которое… Совершенно с вами согласен. Да. …что государство чинит все препятствия для того, чтобы бизнес это все взял в свои руки и к этому ответственно относятся. Экономически нецелесообразно абсолютно. Я понимаю. В отношении вот этого даже объекта говорю, что если бы он не находился в зоне развития территории, у нас по этому объекту нет никакой положительной экономики, математики и… То есть вы себе в обыдых это делаете, получается? Ну, мы… Да. То есть мы обязаны его восстановить… А сейчас все остальные скажут, вот он сидит и плачется, строит в Орло, на Орловской, в самом, значит, центре города… И говорит о том, что… Я вам потом объясню, сколько это все… Надо решить с разработкой проектов. Эти проекты должны пройти экспертизы, они должны пройти согласование. Нужно понимать… И за все это надо деньги платить. Нужно понимать, что эти промежутки времени, они составляют где-то даже не год. Вот. Они даже составляют годы… Главное не деньги, а именно в день. Деньги, они как раз для бизнеса главное. Если человек, даже он решает, что это не имеет сильно такой большой экономической составляющей, но все равно, получается, деньги вложены, они должны работать, человек на каких-то условиях, либо это администрация города Кирова, либо это федеральный объект передается там, либо это просто собственность, которую он приобрел, он не может начать работать на этом объекте, если там действует… Получается, если он есть предмет охраны у этого объекта… Если нет разрешительных бумажек… Он может не делать, он вообще с ним не даже вот зайти туда, если там… Он должен заниматься согласованием, бесконечным согласованием. Деньги вложены, деньги вложены в объект недвижимости, он аварийный, либо он ветхий, но прежде чем начнется работа, и оно зафункционирует, пройдет немало времени. И сегодня у нас так устроено, вот вся вот эта вот, наши законы так устроены, чтобы максимально усложнить это администрация города Кирова и правительство Кировской области. Нам бы, конечно, как представители бизнеса, хотелось бы, чтобы с нами намного плотнее работали, чтобы как-то эта работа была более конструктивной. Ну и надо понимать, что здесь эту деятельность городостроительную, связанную с памятниками вот этими, городская администрация, она и ее отделы, которые занимаются, в принципе, строительством, с кем мы постоянно взаимодействуем, они ее не ведут. Вот у нас есть, ну это в силу как-то должностных обязанностей, выдачи разрешений на строительство, вводом, занимается управление охраной памятников культурного наследия. Это областная история. Да, это у нас структура, которая выделена из Министерства культуры. Как раз тогда, когда пошла волна по всей стране, что давайте мы займемся памятниками и привлечем бизнес к этому. То есть, вот смотрите, да, то есть, вот это же люди, которые, ну, занимаются, в принципе, и занимались до этого работой в сфере, там, социально-культурной деятельности. То есть, сейчас они им вменили в обязанности, по сути дела, заниматься деятельностью, связанной, там, с градостроительством, то есть, восстановлением. Да, это совершенно другая история. Мало того, что у нас в этом управлении, ну, не знаю, там, работает, наверное, пять человек, может быть, там, восемь, ну, я сейчас условно говорю, специалистов, наверное, пять. Но строительного образования, там, или каких-то, там, скажем так, навыков в этом вопросе нет, я думаю, что ни у кого. То есть, это просто прийти, показать, ну, слушай, вот картинка, вот, видишь, нормально, ну, там, ну, вроде нормально. Вроде нормально. То есть, вот, это не конструктивно. Это, я считаю, что вот, если работа сверху выстраивается в рамках этих памятников на уровне вот этого управления, мы должны, соответственно, и работу внутри управления организовать таким образом, чтобы там не было, как минимум, бюрократии, волокиты и так далее. Вот, я хотела об этом спросить и у Павла, и у Юрия. Я правильно понимаю, что оформлять все эти бумаги не помогают? Ну, конечно, никто не помогает. То есть, бизнес этим занимается сам? Заказчик должен сам подготовить проектную документацию, сопутствующую документацию. Органы должны согласовать и выдать разрешение. И всё. То есть, они зелёный свет не дают? Нет, почему? Они как раз дают зелёный свет. Но разработка, она лежит на наших плечах. А помогать в этой разработке? Вот у нас есть специалисты, пожалуйста, идите к ним, они вам быстро сделают. Так, вот на этом ха-ха-ха, надо прерваться на полторы минуты у нас реклама, после чего я попрошу набрать Антона Касанова. Мы вернёмся в 2016 год, когда очень активно разворачивалась дискуссия и собралась комиссия, кстати говоря, во главе с замминистра культуры Кировской области Еленой Царёвой. И обсуждался вопрос о передаче в долгосрочную аренду для сохранения и реконструкции вот как раз исторических зданий. И там речь шла вот про этот проект, там, да, один метр... Рубль за метр. Да, совершенно верно. И итогом чего комиссия согласилась заняться проработкой вопроса, порекомендовать областным и городским властям создать перечень объектов культурного наследия. Мы нашли только городской перечень, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с учётом мнения общественности, которые можно передать в аренду. Кроме того, рекомендовали принять порядок установления льготной аренды, в том числе рассмотреть возможность сделать её на уроне московской рубль за квадратный метр. Это был 2016 год. Сейчас мы у Антона Касанова, участника и одного из инициаторов вот этого вот, так тогда вот этой работы, постараемся подключить, узнать, как всё это было и во что всё это превратилось. Урбан. Программа о городских проектах. Это программа Урбан. Ещё раз напоминаю, что в студии сегодня за микрофонами работает Анна Лапшина и Светлана Занько. У нас здесь Павел Гнелорыбов, Наталья Баранова, Юрий Копанев и Павел Шахалеев. И мы связались по телефону с Антоном Касановым. А мы можем звук в студию вывести? Вот просто, чтобы ещё в студии звучало. Громко? А, ну хорошо. Значит, Антон Касанов. Антон, добрый день. Добрый день. В 2016 году вы, в том числе, инициировали встречи с мэрией и с правительством по поводу сохранения исторического наследия, вот передачи домов, которые несут на себе, собственно, историческое наследие и всё, что с этим связано. В передаче бизнесу по типу Москвы, там вот, если говорить общими словами, рубль за один метр, долгосрочную аренду, по-моему, там 49 лет. Как это всё происходило и к чему это всё пришло? Сейчас, мне кажется, что это какие-то очень уже отдалённые времена, на самом деле. Это происходило на платформе общественной палаты. В общем-то, Константин Сичичин взялся контролировать эту ситуацию. В принципе, за примеры, насколько я помню, тогда была взята практика мазосковных садеб, как их устанавливают, то есть, вот примерно по такому сценарию. Но, в принципе, по большому счёту, в многих городах России, и вообще, это такая общероссийская общая практика, когда вот такие механизмы используются для ремонта зданий, потому что, действительно, проблема является не только нашей региональной, а как бы общей. Вот, и тогда было несколько встреч с участием представителей и городской администрации, и областной администрации, и общественной палаты, и вот как-то вроде министерства культуры, которые курируют этот вопрос, они согласились, что да, надо, да, давайте делать. Да, есть там список зданий, которые мы готовы отдать по такому сценарию. И, в принципе, в минимальных каких-то объёмах эта программа, может быть, даже сказать, что и была реализована, потому что сегодня вот здание общественного или благородного собрания, оно восстановлено именно по этой схеме, насколько я знаю, также флигель реального училища. Может быть, ещё какие-то здания где-то тоже были отданы по этой программе, ремонтированы. Но в целом масштабировать её и создать какой-то универсальный механизм, вот именно который бы регулярно решал этот вопрос, наверное, всё-таки не получилось, потому что, к сожалению, именно внутри общественной палаты нет людей, которые готовы заниматься этой темой. И наиболее актуальными темами и тогда, и сегодня являются проблемы с ЖКХ, капремонта, то есть вот эти вот проблемы. А то, что касается градостроительства, архитектуры, облика городов, урбанистики, это всё не на втором, а где-то на третьем, на четвёртом плане. Считается, что это неважно, незначимо. Не приставайте к нам с вашими глупостями. И вот такая ситуация возникла. Сейчас что-то происходит, вы как-то в этом задействованы, Антон? Нет, я вообще уже давно ни в чём не задействован, как бы моим мнением никто не интересуется, и меня никуда не приглашали. И единственное, если же что-то в Конституции Чихин там ещё делает, я не знаю, наверное, он консультирует, всё-таки он эксперт по вопросам капремонта, ЖКХ, просто ремонта, сохранения зданий. Может быть, что-то происходит. На самом деле, всё-таки, когда смотришь на здание общественного собрания, то душа-то радуется, на самом деле, потому что восстановлено оно хорошо, восстановлено в прежних объёмах, вплоть до даже балкона, который висел на перекрёстке с Паской и Ленина. И, на самом деле, вот этот механизм, он вроде как и существует, потому что в городе администрации тоже недавно про это говорили, примерно в таком же ключе, то есть идея лежит на поверхности. Не хватает, наверное, людей, которые институционально, внутри существующих структур, которые влияют конкретно на принятие процессов, вот таких структур, как общественная палата, общественный совет при Министерстве культуры, при органах по охране памятников истории культуры. Значит, вот они все там должны как-то этим всем заниматься, но мы не знаем, как выстроена работа, насколько она прозрачна, что происходит прямо сейчас, какая ситуация с Кунцкамерой, с домом Левицкого, с домом Верге Перминова. К сожалению, вот у нас уже на носу юбилей города, а ворох этих проблем с нашими самыми важными, самыми значимыми зданиями он до сих пор остаётся вот таким ворохом, потому что ни приказная изба, ни дома Верге Перминова, ничего там не происходит, всё разваливается. Антон, мы с тобой. Это Павел Гнилорыбов. Так, спасибо большое, Антон Касанов был с нами на связи. Ну вот я вам что хочу сказать, что после того, как состоялось вот это освещение в 2016 году, мы, к сожалению, мы вчера пытались связаться... Мы пытались связаться с руководителем департамента муниципальной собственности Еленой Липуновой, чтобы получить список этих зданий, которые предлагаются, и получить комментарий. Список получили, но Елена Липунова, к сожалению, на связь с нами не выйдет, потому что сегодня гордума. А Михаил Ус, который возглавляет управление как раз по охране памятников в командировке в Москве, ему тоже не очень удобно с нами разговаривать. Ну вот смотрите, список домов, которые составила город, он есть на сайте городской администрации, ищется довольно легко, и там всего шесть домов. Я так понимаю, что это домов, которым муниципалитет может каким-то образом распоряжаться. Я вам скажу, что... Этот список называется, я просто слушателям сразу скажу, перечень свободных нежилых зданий, требующих инвестиционных вложений. Это очень интересное название. Я вам скажу, что по Орловской и Свободе там много зданий. Например, Орловская, 42. Причем очень красиво оно сфотографировано. С одной стороны кое-что там есть, еще сохранилось. С другой стороны уже, конечно же, сгорело. Это мы гостям нашим показываем сейчас этот список. Да. Дальше Свободы, 123 здание. Орловская, 33А. Очень красивое большое здание. Я, кстати, когда мимо него прохожу, до сих пор дома. То ли его восстанавливали, и оно уже немножечко состарилось, а оказывается, нет. Оно вот такое старинное и осталось. Дальше здание по Орловской, 35. Это все вот туда, я смотрю сейчас... Ну это здание, по которым нет прав третьих лиц, кроме как прав город-администрации. Сейчас, сейчас мы там, значит... Мы тоже обсудим это. Да. Здание по Дериндяево, 61. Здание по зданию дома Васнецова, по адресу Кирова-Володарского, 116. Оно вообще очень прилично выглядит. Вот сейчас. Всего 6 зданий. Мы не смогли добраться до списка того, что областное значение имеет. Я думаю, что он гораздо больше. Но он тоже есть, в принципе, в общем доступе. Только второго часа мы его поищем порой. Вот я хочу попросить сейчас Вас, коллеги, как строителей, вот этому списку дать оценку. Вот почему самый центр города прямо сейчас туда не забраться с инвестициями? Вот смотрите, да. То есть, вот я сейчас кратенько по этому списку скажу. То есть, это как раз здание, которое на сегодняшний день единоличным собственником является администрация города. То есть, нет права третьих лица, может ими распоряжаться. То есть, по этим зданиям на сегодняшний день, мое мнение, рыночные цены, их как таковой, как для инвестора, ее быть не должно. Потому что есть определенные требования на, скажем так, заход на этот объект, его восстановление и так далее. То есть, зачастую под этими зданиями, конечно, там небольшой участок земли, скорее всего, там земля практически по контуру здания. То есть, что минимизирует какую-то инвестиционную его привлекательность. Многие из этих зданий, я думаю, что они, площадь у них относительно ограничена. То есть, там останавливают здание 300 квадратов инвестору. То есть, да, как бы там даже по контуру здания, с его визуализацией. Ну, каждый считает свои деньги, он может посчитать, что мне выгоднее в Нововятске там построить какой-нибудь под магнит или под пятерку там из сэндвич-панели, и все, мне это выгоднее. Потому что надо понимать, что инвесторы у нас тоже разные. Есть инвесторы-строители, как мы, да, это один подход. А есть инвестор, который с деньгами и думает, как мне свои деньги эффективно вложить. Мы-то еще у нас есть, как говорится, ну, пока-то, я думаю, точно, у основных, по крайней мере, людей, кто на рынке, работает такая совесть, так скажем, в этой отрасли. То есть, мы так понимаем, что вот что-то надо взять на нагрузку, что-то нужно сделать, что-то нужно создать. Потому что мы строители. Социальная ответственность называется. Мы строители, да. Но люди, которые занимаются сугубо коммерцией, поверьте, вот если показать инвестору, который занимается недвижимостью, вот перечень этих зданий, он как бы скажет, нет, спасибо. Вот пойдет по-другому. Что нам скажет СМУ-5 насчет вот этих зданий? Места-то прям вот такие распрекрасные. Чего бы ни взять, ни восстановить, ни открыть там офисы, бары, бутики. Как в Риге. Если мы говорим конкретно об этих зданиях, которые на Орловской расположены, на Володарского, я эти здания, в принципе, все видел, их прекрасно представляю. Я уверена. Значит, с точки зрения, предположим, расположения офиса, да, возможно, кому-то будет интересно. С точки расположения жилья, я говорю только именно расположение в этом здании, в этом месте, проживание жилья уже, наверное, не так интересно. То есть надо понимать, что эти здания с точки зрения жилья и офиса, конечно, будут интересовать только если их, конечно, снести полностью и построить. потому что тут, ну, в этих зданиях, ну, вот, наверное, вот в этом, в этом доме Воснецовых, он хорошего состояния, да, вот остальные это здания, я представляю, там, конечно, все очень печально, все очень печально. Некоторые здания не подлежат восстановлению, это 100%, если экспертизу провести. Экономики тут нету 100%. А вот, кстати, вопрос, секундочку, там, да, вот эти здания 6 штук, по ним уже есть экспертиза или они просто висят? Нет, нет. То есть их вам предлагают, а дальше вы за свой счет, инвесторы, делаете экспертизу и так далее? Я предлагаю, они должны выставить на аукцион или на конкурс должны быть. А что это значит? Извините, а по речи свободы, подожди, да, не требующих инвестиций? Нет, вот сейчас, в данный момент, эти здания есть, они должны быть выставлены или на аукцион, или на конкурс в администрации города Кирова. А чего же их не выставили? Там, по-моему, некоторые выставляют ответы по адресам. Сейчас, я думаю, что здесь этот список опубликован для поиска потенциальных инвесторов, которые... Интересантов потенциальных. Интересантов, которые выйдут, условно, с предложением о том, что меня интересует вот этот объект, я готов его рассмотреть. А после этого будет аукцион? Интересантов, да. Интересантов, да, и другие уже вы. Хочешь покупать? Да, да. А это странный механизм. То есть они ждут, кто первый заявится, а сами не объявляют, что ли, аукцион? Почему? То дело в том, что нет условий, как бы, игры прозрачных и понятных. Условий игры нет. Интересантов, да. Надо еще администрацию спросить, возможно, там, какой-то там по документу обороты какие-то моменты есть, то есть почему они выставляются? Это следующее. Ну, во-первых, надо понимать, что законодательство тоже, оно регулирует деятельность администрации, то есть выкладывать за рубль, там, не факт, что закон. Вот, у нас тут есть. То есть это первое, да? Должна быть оценка и все соответственно. Павел, погодите, у нас тут вот есть, у меня там прям обложилось тем, сколько заседаний в Госдуме произошло в этом году по поводу концессионных соглашений с бизнесом для сохранения исторического наследия. Я вижу, что есть что сказать Павлу Гнилорыбову, но нам нужно сейчас уйти на новости, если только в 15 секунд уложишься. Если только коротко. Уложусь. Давай. Вот мы тут сидим, такие красивые девелоперы, градозащитники, кто угодно, рассуждаем о законах, рассуждаем о чем-то, все вокруг валится и везде разруха, и мы тут говорим о третьих лицах, о четвертых лицах. Когда этого не будет, у нас с вами не будет ни страны, ни России, ничего. И тогда наши с вами головы полетят, потому что мы уткнулись в эти бумажки и ничего не сделали ровным еще. Хорошо, вы еще почитали, что на футболке Павла Гнилорыбова написано, чтобы спасти Россию нужно сжечь Москву. Прошу прощения. Тогда это было необходимо. Так, мы сейчас прервемся. У нас новости, тематические программы, реклама. О конкретных механизмах все-таки. Вот я коллегам дам еще, если не ознакомились, те документы, которые Госдума у нас тут печатает в течение этого года по поводу концессии и условий передачи зданий. Вот какие должны быть варианты в идеальном виде, да? Вот это мы обсудим во втором части. Сейчас новости.